коллектив сегодня коллектив доброе утро сегодня мы будем заканчивать хондочку нам осталось ерунда хочу сказать спасибо человеку которых контакт прислал мари малови студию сенат с половиной я дома на компе не стал установить я на ноутбуке установил до обновленная там есть куча прикольных функций нашел решетку тут просто захотелось мне померить сейчас будем бампер снимать потому что нам еще надо снять пары чтоб отрифтовать крылом ну и кстати я еще это усилитель бампера обнаружил как обнаружил я знал что он есть поэтому поэтому будем снимать и короче все будем делать собирать бачок поставить надо на майке бачок поставить то есть собрать пошли до того как она приехала дворники дали нам без клипс были человек сам разбирал жабо жабо поэтому накинуть можно не накинуть планочка все подходит все классенка то есть здесь с ней проблем нет из-за чего они но я думаю разберусь планочку надо на солнышко вынести по по идее потому что мне вот кажется у нее на 5 миллиметров размер завод продевал то есть видали какой зазоряка это как-то надо уравновить здесь на те щеляка и здесь на те щеляка вообще завод косячник это что такое интересно что он там держит зачем эта пробочка здесь мы не знают на сигнал посмотреть надо наверное для этого раз клипса два клипса раз два момент я не знаю что такое здесь ничего нету нужде что-то было точно в салоне поискать это потом найдем так чё мы снимаем бампер до когда клиент привез бампер это дачу в машине показывал здесь надо немножко так немножко выиграть надо ну или она до выиграть надо потому как здесь вот одна защелка все время не защелкаются то есть защелка а ну здесь пузырится надо подогреть сам бампер кусок пластика еще нашел как раз по отверстиям подходит значит его нужно поставить поставить такой момент на разобраться он ставится вот для него клипсы а потом банка вот это надо не прозевать это кстати поддержка идет шикарная вот этой части ну да правда на клипсах но все равно надо вот эту часть не забыть поставить что если бампер поставил сейчас ее очень трудно будет вести один момент блин прозевал когда стоял бампер когда я вот мерил эту штуку надо было замок выставить чтобы закрывался открывался на набранная была а теперь получается что если я поставлю эту коробушку замок неудобно регулировать будет его желательно я просто хотел с бамперами вот регулировать просто клювик сильно жидкий то есть края ложатся а плюс еще у нас тут регулируется вот я хотел поэтому сделать ну ладно если кончик у нас с вами был сильно пил перелом от кто помнит он поможет вот регулировать замок и тогда просто сборка была ну ладно то такое кончик у нас с вами был сильно пил перелом от кто помнит он поможет может вообще даже не под 90 градусов было в другую сторону выгнут я то его отрифтовал сейчас все хорошо но вот разрывчик есть надо полуавтоматом заварить даже вот горелкой изнутри наплавить в общем в радиус туда влечь и и и и так ну по высоте в принципе он нормальненько все идет единственное что он сильно так поломался и утрите но он наш вот так звук зазор уменьшает это неправильно можно но как бы она показывает что надо вот вот перегнуть все это а здесь идет фара фара и о такой зазор как бы наварить ну то есть оно все показывает что так надо отрезать перегнуть и заварить но это глупость глупость конечно же глупость как будем делать плохо что крыло стоит и снимать не охота можно было изнутри там валик проложить сварочный шов и просто счистить это все ну да это хорошая идея тут крыло снимать не надо ну ладно можно помыть хотя будут снимать 4 болта я подумаю мел короче надо брать варить все замечательно получается один порванный картик подварил как подварил изнутри сантиметра проложил возле него а теперь надо что решить с этим уходящим кончиком то что но он сильно сильно заваливаться нету я в общем я так все это и короче так и делаем мы сейчас там навалим шла обрежем и там будет металл правильно правильно варить не совсем удобно сейчас покажу почему потому что все улетит на плечо подровнять по емочку забыл подровнять по емочку 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 Есть, теперь если мы лепестковым торценем сюда 2 мм кончик крыла, у нас там шелк, у нас там кан другой, все готово. Еще не готово, потому что помните, я говорил, я камеру подальше отправлю, а зумом увеличу. Помните, я говорил, что здесь клинышек небольшой, ну то есть там идет фара, а потом она типа плавненько так идет, а здесь кончик зазор дает. Поэтому кончик тоже наварим. То есть мы с вами удлинили крылок, грубо говоря, на 3 мм. Не удлинили, а сделали правильно. Есть, потому что там шов, там почти полностью шов проложен, теперь его ломать не будет. Потому что раньше было вот так, сломало, бух, сломало, бух, дым пошел, видите, дым идет. А руки-то не чувствуют, потому что я в ваших советах не слушаю, не работаю в перчатках. Сейчас остынет, лепестковым пройдемся, зазорчик, выпилием. А давно ли вы наваривали зазоры? Если вот положить ровненькая штучку, ровненькую, то вот зазорчик дает. Нам надо убрать, нам надо сейчас вот этот момент пеленуть. И там дырки не будет, потому что там шов. А здесь вот надо просто радиус немножко спланировать и померить уже фару. Лепестковый торцанул. Ну, а, еще горячий. Ровненько, ровненько. Есть. Теперь вот здесь торцануть, чтобы ровненько было, не было вот этого. И немного раз, раз, раз. Потом фару померить. То есть вот так примерно должно быть. Вот такой кончик. Прошелся, напильником немного повыбивал ямки. И, блин, надо эту огнеупорную штуру забрать домой. Постирать и подшить. Померим фару. Она здесь так классно становится. В направлялке бубук. Вот одна защелка, снизу защелка и все, она стоит, грубо говоря. Что получается? Получается, получается. Ну, как-то так не получился прикол. А чего не получился? Потому что фара хочет ниже. А, ну да, она же не прикручена. Вот так, вот так, вот так. Получается, что вот надо еще немножко подчесать. Подчесать. Вот что получается. Фара пока не закреплена. Она вот тут... Здесь ее клипс сейчас вперед должна вытолкнуть немножко. И получится, что... Вот одно место. Ай, немножко надо под... То есть тут зазор хороший, зазор хороший, а здесь вот плотненько. Не, ну можно взять напильник фар, зачесать. Тоже не проблема. Но лучше напильником кругленьким крыло часануть. С одной проблемой разобрались. Вот такой зазор. Ну, миллиметровый. Оп. В принципе, пойдет. Так же самое. Оно все в одну линию выходит с кончиком. То есть... Хорошо. Здесь напильником немножко прошелся. Вот этой штучкой от молотка, как подложка и напильничек. Ямка была. Сейчас поместо грунта. Ну, потому что я говорил, машина сразу на малярку не будет кататься. Немножко грунтанем и крыло готово. А, у нас еще здесь был подломчик. Я его выровнял. Ну, здесь надо... О, дискальтик просто надо выровнять. Здесь не проблема. Хотя вроде... А, ну сейчас благорок. Ну, ладно, это на зазор не влияет. Подрихтовал там тоже напильник, молоток, подложка. То есть, как подложка для напильника, молоток шикарно подходит. Там куча грань. Знаете, что столкнулся с интересной проблемой? Ну, не проблемой. Я же на марке редко делаю. Я в них сильно не соображаю. Блин. Разве автомобиль может быть без корректора пара? Корректор. На покупной. Нет, это не то. О, родной фары нет штекера под корректор. А просто идет тупо штекер-лампочка, штекер-лампочка, штекер-лампочка. И все. То есть, только лампочки три штучки подсоединяются. Ну, патрончики там. Просто бук штыгерок и патрончик. Ты фару бук закрутил-закрутил. Не, у корректора. Там просто загрыжка стоит, пластиковая, летая. Прикиньте, у машины нету корректора. А как это? Нифига тут не адаптивная. А то сейчас скажут, адаптивная оптика. Какая адаптивная? Тут просто патрончики. Вот дырки. Прикиньте, я первый раз в жизни вижу машину без корректора. Кроме же гулять. Поставил эти. Пластики под крылья, чтобы грязь не летела. Один, второй. Сейчас вот уже до фары дошел. Начал тут пытаться с проводами разбираться. Просто у человека тут все поперебивало. Вот все поперебивало, поперебивало. И получается, что сюда я ничего не могу подсоединить. Вот один только штекер и топ. Я даже не знаю куда это. Три. Это я думал корректор. Это не этот. Ну то есть вспомните, она приехала. Я ничего не разбирал. Потому что вот перебито все это. Ну я тут. Я ж не электрик. Ого, тут перебито. Красный, зеленый. Вот это все лампочки. Сейчас изолентой замотаем. А там люди. Потом уже все это. Электрик нужен. Собрал автомобиль. По автомобилю осталось два пункта. Это первый. Поставить. Поставить бачок. Собрал хромяшки, все клипсы, все накладки. Губу, храмишку, окуляры. Потому что без окуляра бампер как-то так жимки сильно. Все собралось. Все собралось довольно хорошо. Зачем осталось вот пунктик вот эту часть одеть. Раз, два. Один пункт выполнили. И осталось еще один пунктик, который я не сделал. Это вот это вот взять плоскогубчики. И вот этот тканчик подрихтовать. И вот это. Это обязательно надо сделать. И все. Блин, штатива немножко не хватает. Сейчас я подрихтую. Найду только свои. Один пункт на плоскогубчиками поравнять. Уж помните, он очень-очень мягкий. Сейчас сделаю. Я думал, камера-то вот долезет. Но не дала. Сделаю и покажу, что получилось. Готово. Спутером, понятно, ровнять не будем. Потому что, в принципе, этот усилитель никакого функционала здесь не несет. Потому что он тонкий весь. Если бы он толстый, было еще понятно. Ну, выровняли, выровняли как бы. Есть маленькие бугорочки. Ну, и все замечательно. Только что померил расстояние. От диска до двери. Два миллиметра показывают здесь больше. Тоже, опять, это бред. Я имею в виду, глупо мерить. Может, колесо так чуть завернуто, а может, развернуто. По шаровым показывают очень замечательно. То есть, там все ровненько. Подрамник мы выставили с вами миллиметр в миллиметр. Метроавтоматом рычаги стали тоже ровно. Да и ударов в колесо не было. Просто подрамник сместился из того, что лонжеру вытолкнул. Ну, если пальцами, то ровно-ровно. Если мерить, два миллиметра разница. То есть, мы его вперед перепадали. Там подрамник откручивается. Он играет куда хочешь. Это все сделают на развале, если посчитают нужным. Хотя, я думаю, эти два миллиметра ни к чему не приведут. Готов автомобиль. Готов автомобиль. Хромяшки поодевал. Единственное... Блин, носа летает. Запарила она. Единственный момент в бампере, который немножко смущает. А может и не смущает. А может надо все защиты поставить. Подкрылки поставить. Единственный момент, который смущает... Носа летает, падла. Видно, вот как бы здесь такой перелом идет. Если вот так чуть-чуть оттопырить, то в принципе перелом... Айф! Оса чуть на руку не села. То перелом убегает как бы вук. И одна сторона так, и вторая сторона так. Как будто вот бук-бук. Ну то есть, как будто вот так вот сделано. А должно быть немножко приподнято. Да, ну в принципе подкрылок... Вот так вот, если бампер сделается, то будет шикарно. Ну а так оно немножко его увисает и ук, и туда все время делает. И одну сторону, и вторую. Так, что-то у меня живности здесь дофига. Извините за это всю, за живность. Потому что вон муха летает, тут оса летает. Я уже здесь находиться боюсь. Защиту на низ кинул. Единственное, что нету здесь вот этих подкрылков. И поэтому оно немного все телепается. Здесь какое-то оно жидкое. И одна сторона, и вторая. Здесь зазор хороший. Когда бампер привезли, у него заводная часть, которая по твару заводится. Которое крепление было. Она была согнутая. Я еще к Ленту говорила, что такой бампер плохой купили. Но Клен сказал оригинал. Ну может и оригинал. Может и оригинал. Немного покоцанный. Может и оригинал. Ну опять же. Прям вот подвисает. Да немножко. Вот там зазорчик нам клинышком чуть. Падла оса. Зазорчик клинышком немножко делает. Если вот так чуть приподнимаешь, не делает. То уже и ровный полностью зазор. Ну может еще и под крыло что-то даст. Ну опять же. Если посмотреть на все эти зазоры, торчащие двери. И на этот жидкий бампер. Который вот весь двигается. И вот это уже ничего с ним не сделаешь. Это так и будет. Потому что здесь вот он крепится. Один и второй болтик. А там болтики с ограничителями. И вот они до конца вкручены. А оно. Вот. Бук заподлицо с фарой. Не заподлицо. А оно двигается. То есть это такая вот. В частности сзади это такая вот. Вот. Конструкция. И ничего ты с этим не сделаешь. Пока не поставишь обычные болты. То есть если сравнивать с задним. То мы нифига себе передний в идеал вогнали. Единственное что не ставил эти штуки. Но все равно машину разбирать будут. Понту их ставить. Это сбоку радиаторы. Направлялки. Это. Трудно сказать. Что то возможно с номером связано. Машина что Америка. Так. Ну в принципе. Дворники не надо. Это. Это я тоже не знаю откуда. Это откуда то. Оттуда же. С той серии где радиатор. Храмишку клиенту отдаем. Поломанное что то. Что то поломанное. Вот. Храмишки отдаем. 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 Нам чужого пластика не надо. И так гараж. Засрали хлопом. Ага. О. Блин. А болт. А я туда какой то левый поставил. Ну ничего страшного. Это под фарой крепится. Под фарой крепит эту. Какие. Направлялку. В зазорчики повыводил. Такие два маленьких. Один маленький. И там второй маленький. Замок отрегулировал. Эту штучку подогнул. Кто будет делать. Эту штуку. Кто будет делать такую машину. Я тут. Привет. Совет могу дать. Блина. Как сказать. Ее надо разогнуть. Чтобы она почти фара упиралась. Потому что если она даже маленький зазор оставит. Тут сразу зазор открывается. Повторяется. Я вот. Я ее отогнул. Чтобы она немножко в фару уперлась. Падла. Сападлюка. Она немножко. Аж фара упиралась. Потом я ее открутил. Она послабилась. Завел. Клипсу. И закрутил. Тогда она классно уводится. То есть. Потому что если ее подогнуть вплотную. Потом не совсем удобно заводить бампер. А так удобно. Аккурлятора кстати у меня нет. Поэтому заводить мы не будем. Здесь все одел. С таким зазором оно все ходит. Ну и пусть ходит. Дальше. Здесь тоже маленький зазорчик. На двери это никак у нас ничего не отразилось. Машина по честноку блин в зазорах отвратительных. Оса-оса-оса. О блин. Дверь немножко торчит. Здесь ровно. Я уже показывал. Низ. Ай отвали. Низ. Низ. Много торчит. А ждет здесь ровно. Но здесь тоже торчит. То есть ригель задать. Ну так ригель задать. Тогда крыло будет вываливаться. Ну то есть. Здесь вообще. Вот я говорил. Какой-то штамп. Не того. Не того радиуса. Но. В целом. Закрывается. Закрывается. Разве эти зазоры мешают эксплуатировать автомобиль. Нет. Не мешают. Ну. Такая это. Такой автомобиль. Так. Что еще. Сейчас все еще просмотрю. Мало ли. Где-то что-то забыл. Покрасить человеку в принципе. Ну да. Вот эту часть. А. Ну она и закроется по моему. Сейчас жабу кинем. Чтоб. Кинем. Чтоб она не это. В багажник его не пхать. Здесь по сути человеку только. Вот надо подкрасть. Здесь. Потому что я погрунтовал. Здесь все закрывается. Хотя здесь все целое. В общем. Здесь из внутряков. И красить особо нечего. Точки прикрасить. Подушку красить. Да. Я не знаю. Будут ли ее красить. Чтобы покрасить. Это надо снимать. Кронштейн. Снимать подушку. Поддомкрачивать. Немножко двигатель. То есть. Трудно сказать. Будет. Не будет. Жабушка. Здесь вообще шикарно встала. То есть. Ну там петлю. Да. Подкрасть. Видно. Что крутили. Да. И здесь покрасить. Там какая-то направлялка. Здесь немножко. Надо будет ее попаять. Потому что. Весь край отломанный. Как этот металл был. Так оно и осталось. Ровненько. Ровненько. Все. Тут защелочки. Ну конечно. Потом совпадут. Оставляю. Даже снимать не буду. Капот закрывается. Открывается. Как был. Капот. Кстати. Пропеллера. Так он. Он и остался. Если натягивать. Чтобы пропеллер убрать. Он сразу. Хоп. Хоп. Угол капота. Был поломанный. Я его. Два бруска. Кувалда. Текстолит. Аккуратненько. Ударил. Ну. Там стало ровно. Там разогнулось. Это только что поменялось. Это просто. Посадочное место. Под петлю. Оно было вчера. Вот так. Стало ровно. То есть. Параллельно они стали. И все. Петля насколько жидкая. Что она сама играет. Вообще ни на что не повлияло. Так. Ну. Я так считаю. Полагаю. Что блин. Ёлки-палки. Сейчас поеду. Куплю. Липучек. Пять штук. И пять дихлофосов. Запарили. Блин. Извините. Живот. Ну. Как бы все. Да. Этомолятор. Забрали. У меня. Там. На другую машину. Осталось завести. Посмотреть. А что заводить. Смотрите. Оно все работать будет. Я уверен. Заведется. Ну. Нет. У меня штикиров. Под лампочку. Ни одного. Потому что я их перебила. Потому что клиент сделает сам. Угол капота. Как торчал. Так и торчит. Потому что если плавно закрываешь. Ну. Видно в пропелле. Ничего мы не выломали. Капот был другой. Это вчера так было. Тренировка. Лишь бы человек. На учет поставил. И сертификацию прошел. Баллончиком в шахму. Или вот так покрасить. То есть. Капот. Капот меняться будет. В любом варианте. В любом варианте меняться будет. Блин. Подушечку не мешало подкрутить бы. Чуть-чуть как-то некрасиво. Чуть-чуть как-то некрасиво. Все. Люди готовы. Готово. Готово машинка. Еще одна готова. Рубрику была. Стала. Делать не будем. То есть. Кто смотрел предыдущей серии тут знает какая была. А кто не успел, тот вернется на 5 Или на 10, или сколько мы там делаем Назад и посмотрит Падла, оса Улетела, вон летает Что-то сказать Да, много было тут неожиданностей, потому что человек Когда покупал машину в Америке Он покупал по фотографиям И на самом деле Даже я по тем фотографиям Которые мне присылал он И показывал, даже я не мог предположить Что от таких повреждений Ну представьте, бампер Кусочек отбитый, фара там чуть-чуть подбита Капутик примятый, крылышко подломано Даже я как бы не думал Что от таких Глядя на фотографии Лонжерон так могло сломать И он так мог туда уйти Потому что по фоткам Ни вариант, ни покупать, ни оценивать Ничего Поэтому, когда вы мне предлагаете заценить машину По фоткам, я теряюсь Я вам не знаю, что ответить Потому что по фоткам оценивать Это такой гимор Вы бы знали Вот человек, например Покупая эту машину Он даже предположить не мог Что он капот будет менять Он даже не мог предположить Что он четверть будет покупать Потому что Когда В Америке автомобиль покупают Как правило Те, кто там осмаливает Говорят Как вот там уголок помят Рихтовка Крыло рихтовка То рихтовка То рихтовка То рихтовка А про всю эту вытяжку Лонжерону и подрамников Никто это не Не говорит Потому что они же не мерят Они же не мастера Я поехал Куплю штору И повешаю в гараж И пять липучек Хотя осы и муки Очень стимулируют к работе Сидишь за компьютером В ноуте В технову В ютуб Тут оса садится на колен Тут ты как перепуганный Убегаешь с гаража А раз уж выбежала А ты наглина куча А давайте работать Работать, работать Я вам вроде все показал Ничего не забыл Бампер Бампер с фарами Стал в идеал Защелки хорошие были Бампер с пришлой стеной Немножко подогреть Только в одном месте Клиент помнит Что я говорил Что там нюанс был Здесь все стало Шикарно 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 Ну капот немножко Не шикарно Ну Прошу прощения за капот Всем пока Всем счастья и здоровья Какая следующая машина Будет не спрашивайте Мне еще трудно Ответить Нифига себе Вот этот угол Надо весь отбивать Вверх А потом Надо все Надо переломать Спасибо тому Кто написал Что на самом деле У нее зазоры Здесь идут большие Да Они там и есть Большие Если фотографии Начать в гугле Морды искать То да Они там большие Где еще Правда резинка Становится Но резинка Она не доходит Два сантиметра До кантика Поэтому А Доходит Я почему-то думал Что доходит Доходит Как раз Резинка сделала Так что Она выходит Почти Аж вперед Поэтому Все Там нормально Будет Резинка Я не ставлю Потому что Ой Потому что Там такие клипсы Я не смог их Отчетнуть Чтобы не сломать Я в итоге Все вот оставил Здесь Подкрылки Не оставлю Потому что Я два часа Сидел Ковырял Те клипсы В подкрылке Чтобы только Как-то И Чтобы их Не сломать О Слушайте Ну тут Это Выходит Резинка Да Резинка Получается Как раз На краю Капота Ее даже Чуть Будет Видно Но мы Ее Ставить Не будем Всем спасибо Всем пока Давайте Еще раз Пройдемся По машинке Всем спасибо Кто смотрел Такая машинка Такая 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 Вот Все красивенько Так Холдочка Живи Холдочка Живи Знаете Что Я не пойму А как Я на буксере Тягать Один У меня Буксировочный Крюк Петля Что-то Я не находил Или Такие Машины Не ломаются Но нет У нее Буксировочного Ничего Здесь Нет Здесь Нет Здесь А где Здесь И здесь Нет А Вот То есть На подрамнике Ага Только Почему Губа Ниже Чем Подрамник Интересно Да Тоже Почему Губа Ниже Чем Подрамник Губа Ниже Чем Подрамник Не знаю Коля Я машину Поставил Прострелял Колеса Нивелирчиком По высоте Один Не по высоте А по наклону Что одно стоит Что второе стоит Поэтому я думаю Те размеры Которые ты давал Все они правильные Тем более Ты давал Размеры От кончика До дальнего болта И он у меня Сошелся С другой Стороной А Когда я Те размеры Под Длинный Сделал От кончика До болта Тоже стало Поэтому я думаю Что проблем Нет Проблем Здесь понятно Не буду Я думаю Что те размеры Которые давал Вообще Ты Правильные Поэтому Спасибо тебе Коль большое Всем удачи Продолжение следует